не могу понять пошел эфир или нет пошло друзья видите ли вы меня слышите ли вы меня пишите в чате что вы меня видите и слышит а вот есть есть не слышно если я это нажму крутится странно почему-то я себя не вижу а вы меня видите коллеги радует меня совершенно эксперименты в к я могу либо видеть чат либо могу а видно слышно стерляжников такой отдайте мне бан пожалуйста дайте мне пожалуйста бан я сюда пришел получить бан а зачем вы сюда пришли чтобы получить бан ну нате вот вам план ваш так хорошо друзья кажется мы все-таки мы все-таки в эфире так у нас очередное занятие нашего года денег есть такой хороший анекдот я у вселенной на меня большие планы вселенная мужик ты вообще кто я о не узнала богатый буду вот сегодня мы с вами об этом попробуем поговорить тема далеко не непростая и поговорим мы с вами о сейчас я попробую и обозначить потому что опять же мы с вами все время балансируем на такой грани да вот буквально одно не одно неверное движение да и мы с вами занимаемся эзотерикой а вот мне бы этого не хотелось да то есть я хочу чтобы вы понимали что мы у нас с вами такая пульсирующая работа да то есть мы с вами делаем какие-то действия да потом мы накапливаем энергию нас идет результат ресурсная неделя и после этого после ресурсной недели у нас с вами идет такая мини стратегическая сессия каждый раз не знаю заметили в это или нет и мы с новой точки зрения с новой какой-то через новую какую-то оптику через новую какую-то призму мы снова смотрим на наши цели на наши ценности на наши действия и так далее так далее вот сегодня мы как раз с вами поговорим об этом да то есть мы попробуем такую стратегическую сессию небольшую или большую устроить есть такой чувак которого зовут джеймс холлис знает ли кто-нибудь из вас такого человека джеймс холлис это юнгианский психоаналитик директор центра карла юнга в хьюстоне я знаю что здесь много психологов разных психологов и юнгианцев и так далее к юнгу и юнгианству вообще я отношусь таким болезненным любопытством внимательно изучаю уже какое-то время внимательно изучают дневники юнга ну естественно все его основные книги читал там так далее и что-то что называется с чем-то я согласен с чем-то я очень сильно не согласен ну так так оно и должно быть и вот у джеймс холлис в числе прочего он очень много занимался темой как бы ее как бы назвать кризис среднего возраста назовем ее так неком неком изменении до неком изменении жизненного направления которые очень часто люди делают плюс-минус в середине жизни и к чему я про него вспомнил просто вот буквально несколько дней назад я у одной коллеги своей увидел запрещенной соцсети она отрывочек запустила причем уже не первый раз запустил один тот же отрывочек из этого холлиса чем он примечательным сейчас давайте даже если вы поняли о ком идет речь давайте мы вот не будем об этом да то есть не будем такого вот я сейчас побегу ей расскажу что вы тут рассказываете вообще вот не идите в этом направлении чем он примечательным тем что когда я дочитал до этого отрывочка и джеймса холлиса для меня он оказался очень знаковым сейчас я вам его прочитаю из книги перевал в середине пути одним из самых сильных стрессов во время перехода через перевал является крах нашего тайного соглашения с космосом то есть крах наших ожиданий заключавшихся в том что если мы будем правильно себя вести проявляя сердечное тепло и добрые намерения то должны добиться успеха мы предполагали что с космосом у нас существует договор о взаимодействии если мы со своей стороны что-то делаем для вселенной то и вселенная со своей стороны тоже должна что-то делать для нас во многих древних сказаниях включая книгу иова раскрывается очень болезненно воспринимаемый факт что такого соглашения просто не существует и каждый кто прошел через перевал осознал это очень хорошо что вы об этом думаете напишите в чате какие мысли эмоции умозаключения у вас возникли по поводу этого отрывка и если уж коротко согласны вы с этой мыслью или не согласны я в шоке я в шоке я в собственном шоке как так то в точку так и есть согласно захотелось перечитать книгу иова и неплохо книгу юнга об иове кстати говоря хорошо целом согласна это очень неприятно согласна сама через это прошла и крупно разочаровалась узнала что нет справедливости так вот друзья на мой взгляд это неправда я с этим с этим утверждением не согласен и когда я дочитал до книги до этого куска в этой книге я закрыл эту книгу и больше книгам холлиса не возвращаться просто не мог себя заставить на самом деле мы находимся постоянно в огромном количестве постоянно действующих договоров договоров со вселенной например то что в сутках 24 часа и сейчас и две тысячи лет назад да и на экваторе и на северном полюсе да то есть ну понятно да там есть ночь там и так далее так далее да но время да она более или менее постоянно да но опять же там может меняться в зависимости от скорости света да и так далее так далее да но это как бы такой перезаключение договор договоров на уточнение договору а если вы развиваете скорость там близкую скорость света да то время меняется то что вода закипает при нуле градусов и закипает замерзает при нуле и замерзает при 100 градусах это тоже некий стабильный договор опять же эти договора могут уточняться дам что если в воду добавить там что-то до температура изменится если в там давление или наоборот уменьшить давление то тоже температура может изменить в целом да опять мы понимаем что это некая стабильная постоянная реальность и это и есть тот самый договор которая вселенная со своей стороны свято соблюдает это что нам с вами всем надо дышать надо есть надо спать это тоже договор мы с вами тоже его все соблюдаем попробуйте просто вот со своей стороны попробуйте не дышать 5 минут и я посмотрю что с вами будет ну чтоб подсказывать что ничего ничего хорошего не не произойдет кто-то говорит что зависла сейчас проверим да нет вроде эфир идет если будет зависать то придется видимо все вернуться хотелось бы так все но пишут окей идем дальше тогда и вот но тем не менее да опять живут интуитивно инстинктивно вы услышав то что сказал холис вы таки да точно да то есть вы отреагировали сразу же так что действительно да вот мы есть в этом всем есть какая-то несправедливость которую мы иногда наблюдаем а иногда мы просто чувствую что как же так почему а как получилось что доктор менгеле да такая совершенно спокойно прожил всю свою жизнь да и умер купаясь в море откуда почему такая несправедливость вот то о чем пишет холис на самом деле это результат во первых неадекватных договоров договоров что такое неадекватный договор ну например это я вот если я съем паука или прочитаю какой-то набор букв или я лягу в пентаграмму до или я убью козла то меня за это будут девушки любить иногда да то есть ну согласитесь договор неадекватный какая связь между там заклинанием пауком или там пентаграммы и и девушки но при этом иногда в этом есть какой-то другой фактор да например я съедаю паука а при этом я еще красивый умный сексуальный богатый умею вести себя высокий уровень энергии да я в целом девушек привлекать да а еще а то что еще я пауков ем да это еще и меня делает загадочно да то есть а почему этот придурок пауков ели и раз опять же да из биологической точки зрения раз он есть пауков и не не умирает от этого да значит у него здоровье сильное он может дать сильные поток свои соответственно девушки меня начинают за это любить до пауки здесь совершенно ни при чем и я такой думаю о отлично вселенная сработала как надо я ем пауки пауков вселенная меня любит да они любят меня за что-то совершенно другой ну или это любой любой другой можете взять любую другую цепь ассоциации до деньги деньги у меня есть или власть у меня есть или еще что-то да то есть ложные подтверждения приводят к установлению ложных связей это так называемая магическое мышление она работает на самом деле почему потому что если я верю что я съем паука дать я перестаю как минимум перестаю париться да то есть я перестаю сомневаться действую спокойно и уверенно и в итоге вероятность успеха сразу же повышается да вот магическое мышление или тупое мышление еще помимо магического есть да я буду слушаться родителей буду хорошо себя вести буду есть манную кашу и за это я хочу стать миллионером хочу найти любовь и хочу прожить 100 лет и в итоге ну как бы может быть так и получится если вы еще что-то будете делать для этого да может и не получится связи вообще никакой нет совершенно почему потому что вопрос а нахрена вселенной чтобы вы слушались родители ну ей от этого какая польза тем более что на самом деле вы их нихрена не слушаем то есть такие я вроде делаю все да на самом деле ничего не делайте так как есть люди которые такие я веган да я там занимаюсь медитации по два часа в день и курю пачку в день или наркотики фигачу до травку сюда мне хреново я медитирую вроде каждый день я бегом а есть такая категория людей очень загадочно которые будучи веганами и фанатами медитации еще употребляют наркотики да вроде виду здоровый образ жизни да ну почему-то что-то мне со здоровьем как фигово да то есть идет нарушение договора да то есть не соблюдение договора если я буду заниматься спортом если я буду соблюдать диету я буду избегать вредных привычек у меня буду периодически техосмотр проходить да если возникнут какие-то болезни я буду их лечить буду заниматься профилактикой болезни да если будет возникать болезнь я буду лечить еще про прививки бы сказал да но это может там спорный вопрос может вызвать дополнительный срач но тем не менее да мы не знаем что что вызовет что даст нам более здоровое тело прививки или отсутствие я думаю что скорее всего здесь индивидуальная переносимость а то есть человек такой я не занимаюсь спортом я жру как не в себя да а у меня растет живот и я там плохо себя чувствую как же ты несправедливый ко мне вселенной да то есть мы начинаем предъявить мы есть договор условия договора понятны мы его не соблюдаем и мы такие вселенной еще и претензии предъявляем насколько понятна эта мысль если понятно то напишите в чате да то есть договоры между вселенной есть их можно заключать они действуют но мы очень часто или заключаем неадекватные договоры да то есть ставим вещи не связанные между собой в условия договора либо не соблюдаем их со своей стороны насколько понятна эта мысль если понятно напишите в чате что понятно если есть вопрос то задайте вопрос немножко тревожит то что я себя не вижу но судя по комментариям эфир есть и люди слушают хорошо идем дальше а в чем проблема проблема в том что мы никогда не пытаемся смотреть на свои офферы со стороны вселенной так то есть вот то что мы предлагаем вы когда заключать договор с кем-то вы говорите окей я буду работать там на работу устраиваетесь я буду работать столько времени у меня какие-то компетенции я могу компании привести там столько-то столько-то ценностей за это я хочу получать то-то 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 сопоставили нас все устраивает заключить договор да вы приходите в магазин со своими деньгами вы приносите свои деньги получаете товар опять же да со стороны магазина ваши деньги магазин устраивает если ваши деньги магазин перестанут устраивать он повысится да или перестанет покупать перестанет вам продавать да и мы все время смотрим на вселенную со своей стороны соглашения никогда не смотрим с ее стороны между тем примеры справедливой сделки они существуют да то есть я хочу железное здоровье за это я готов заниматься спортом я готов правильно питаться я готов проходить регулярный техосмотр готов высыпаться готов прививаться и так далее так да я хочу найти любовь я люблю сам я отдаю свою любовь я там навыки коммуникации какие-то проявляют дарю подарки ухаживаю до трачу время на человека провожу с ним время создают безопасность для него да и в итоге я даю ему свою поддержку и в итоге я получаю в ответ любовь да если я этой любви не получаю ну я как бы перехожу к следующему человеку и начинаю ему отдавать и в конце концов нахожу того человека который с которым у нас баланс выстраивается я хочу денег я создаю ценность и я ее продаю в мир то есть если я создаю ценность но в мире не продаю то скорее всего наверное я денег особых не заработаю до или я если я все время продаю что-то но ценности при этом не создаю до рано или поздно вселенная скажет так чувак что у тебя с налогами да и ты отправляешься на два месяца под домашний арест а вот я хочу славы да я делаю что-то что привлекает и удерживает внимание людей например не знать танцует да и соответственно люди начинают обращать на меня внимание да вот честная сделка дело в том что мы живем в очень зыбком мире который во первых все время изменяется и как и изменениями которого можно легко управлять да и в этом зыбком мире мы сами создаем себе почву под ногами и вот то о чем я вам сегодня говорю это один из способов создать эту почву твердо на этой почве стоит соответственно я хочу предложить вам подумать вот на чем течение этой недели каким должно быть ваше предложение чтобы вселенная его приняла и стала соблюдать чтобы вы смогли с ней заключить договор который она будет соблюдать то есть разработать некий оффер для вселенной что я хочу получить от вселенной за всю свою жизнь что я готов за это дать за всю свою жизнь и если посмотреть на эту сделку глазами вселенной вопрос с ее стороны это хорошая сделка как понять что вселенную это устраивает проверить можно только одним способом да нужно посмотреть были люди которые делали это и получали такой-то такой-то результат именно за такие действия если это было да значит значит это работает дальше проверить соблюдаете ли вы свою собственную сделку то например если я хочу стать сценаристом известным да что я должен делать да я должен ну во-первых учиться писать сценарий я должен писать эти сценарии в третьих я должен эти свои сценарий кому-то предлагать да то есть с кем-то ввести какие-то коммуникации а вот смотрим в прошлое до были люди которые этими действиями достигали результаты то есть огромное количество людей дальше соблюдаю ли я собственную сделку потому что есть люди которые сделку предлагают да начинают эту сделку но какую-то ее часть не соблюдают например я сижу пишу но не рассылаю сценарий по продюсерам или рассылаю но не хожу на встречи далее хожу на встречи но все контракты в итоге срывать да или начинаю писать и бросаю на полусловие то есть я свою же собственную сделку не соблюдать но в итоге не получаю результат соответственно и дальше посмотреть какие есть подтверждения того что эта сделка работает то есть в вашей жизни вот вы начинаете ее соблюдать со своей стороны и смотрите а со стороны вселенной идет подтверждение работает сделка с ее стороны да если не работает значит надо посмотреть действие подкрутить возможно вы действие не то выбрали вот все вроде бы просто до 5 пунктов но тем не менее я знаю я хочу вам да насколько понятно это эта тема что нужно сделать если понятно напишите понятно если есть вопросы задайте вопросы я оговорюсь что есть на самом деле какое-то количество разных психологических техник связанных вот с таким взаимоотношением со вселенной почему именно вселенная здесь стоит тоже понятно да потому что вопрос религии в последнее время да он очень такой размыт раньше века 19 например такого рода техники исполнялись в контексте там место вселенной занимал бог если для вас комфортно вместо слова вселенной говорит слово бог пожалуйста говорите слово бог ради бог и в этом на мой взгляд очень много магии такой да напишите письмо вселенной до что вы там хотите получить то-то то тогда вы не любите вы за нее благодарите и так далее так далее это все это все далеко не бесполезно потому что конечно от нашего отношения зависит очень много до нашего настроя и вот эти все техники они помогают прежде всего изменить наш настрой а когда меняется настрой меняются и само взаимоотношений вот и это делается таким образом да то есть очень часто выстраивается ни одна неадекватный offer например человек я решаю не пить кофе отныне там никогда или я брошу курить или я не буду там не знаю смотреть сериалы не буду смотреть порнографию еще да то есть человек делать какой-то offer а за это я хочу стать миллиардером да то есть такой аскезу человек мы за у нас с вами было занятие по аскезам да то есть человек вводит для себя какую-то аскезу это очень не бесполезная штука на самом деле да но в данном случае да это реально просто неадекватный offer зачем вселенной чтобы вы не пили кофе пейте ради бога ну ей пофиг я вас уверяю то есть ну я не вселенная но я что-то предполагаю что ей вообще кофе на на то как будете вы кофе пить или нет а вот и уж тем более она за это да за ваши коль за ваш кофе не не даст вам миля да соответственно ну отдых нужно сформулировать адекватную сделку с вашей стороны и посмотреть на эту сделку со стороны вселенной то есть а ей каково но она готова это принять такую сделку или нет как вам кажется так так я на практике про него поняла неадекватно было совершенно верно да очень часто люди до идут либо вот как я говорил в магическое мышление до либо идут в тупое мышление думаю что если я сделал буду делать это вот так да то мне за это будет вот это а на самом деле что-то совершенно другое происходит до вселенной от вас нужно что-то другое как насчет кармы из прошлой жизни значит смотрите давайте так есть самые разные мнения по поводу того что такое как у меня мнение такое что когда что карма это что такое да это информация да и каким образом она к вам папа в вас попадает эта информация да то есть ну вот вы допустим там существо у вас была какая-то мы предполагаем предположим что вы у вас была какая-то прошлая жизнь из этой прошлой жизни в эту вашу жизнь какая-то часть информации попала и соответственно да там может быть чувство вины там и так далее и так далее но друзья мои когда вы берете условно говоря войну и мир и читаете ее у вас в этот момент вселяется какая-то часть души льва толстого именно это с вами и происходит да потому что огромная энергия огромное количество информации сконцентрировано в этом тексте в этих четырех томах вы их берете читаете да и вы проживаете все эти жизни все таких ростовых балконских и так далее так далее да и вся эта информация становится частью вашей жизни да и соответственно вас это и в числе прочего травмирует в числе прочего это вас каким-то образом закаляет вы это проживаете точно также абсолютно точно также как свой личный опыт чтение книг или просмотр фильмов и чем меньше вы это делаете да то есть если вы у меня была знакомая девушка одна которая за всю жизнь две книги прочитала книгу о вот и и мой первый роман а вот и понятно что на нее это очень сильное впечатление произвело когда вы читаете там не знают в институте мы читали 500 страниц у нас списки огромные по зарубежке по русской литературе да мы читали 500 страниц текстов в день да это огромное количество информации и ты как бы ну адаптируешься к этому и соответственно да вот все эти из прошлой жизни информации из прошлой жизни информации с телевизор информации соцсетей да и так далее так далее да чем больше вы в течение жизни учитесь работать с этой информацией до тем легче вам с этой информации справляться то есть когда человек молод и глуп любой последний услышанный им анекдот полностью меняет направление его мысли до когда человек уже адаптирован да у него постепенно вот это особенно если ну он как как занимается некой саморефлексии понимая да куда он движется и что он такое чего он хочет да он становится все более и более защищен от этого в том числе и от прошлых жизней чтобы это не значило да то есть он приходит ну давайте раз уж мы с вами о юнге начали говорить да он приходит к некоему да то есть он становится в меньшей степени персоной в большей степени самость примитивно да но тем не менее тем не менее вот так давайте обозначим хорошо вот то что я хотел вам рассказать сегодня довольно простое занятие да но она простое в смысле что она не сложно в нем немного информации но она очень непростое по выполнению и соответственно я попрошу вас за эту неделю разработать offer разработать предложение для все лет что вы хотите получить что вы готовы за это дать если посмотреть до оценить эту сделку глазами вселенной посмотреть на но только час а без без каких-то этих самых да конечно же вселенная хочет чтобы я был богатым знаменитыми счастливым да и естественно ей обязательно нужно чтобы я там свечку перед перед иконой перед изображением как какого-то человека зажигал это прям отличная сделка но если вы так считаете ну посмотрите что будет с подтверждением до дальше соблюдаю ли я собственную сделку и дальше какие есть подтверждения того что эта сделка работает и это важное задание вам на всю неделю если там готовы написать в открытом доступе пишите домашние задания в открытом доступе если не готовы пишите просто домашние задания пишите для себя и пишите домашних заданий выполнен и возвращаемся в подтверждение как как вы поняли подтверждение три подтверждения того что дат что сделка работает и что вы притягиваете деньги насколько понятно домашние задания если понятно пишите домашние задания понятно и расходимся и я побежал на заниматься спортом а если есть вопросы то задавайте вопрос так что насчет кармы читайте больше книг смотрите больше фильма и кстати написание текстов это тоже очень-очень мощная терапевтическая практика на мой взгляд самая-самая терапевтическая практика вообще всех возможных хорошо все предельно понятно супер расходимся следующее занятие в следующий четверг в следующий как в мастерской нас мастерской занятия по четвергам в следующий понедельник в 12.00 благодарю вас за внимание и пока пока